У меня есть котенок и музыка, я его портрет хочу нарисовать. Портрет? Хочешь музыка нарисовать? Давай, попробуй. Хотя для маленькой Лизы рисовать песком не совсем привычное дело, девочка уже твердо решила, что будет в ее первом жизни песочном шедевре. Сначала с главным подручным материалом девочка никак не могла найти общий язык. Головку. Не получается. Зато через несколько минут так увлеклась, что у кошки появились и котята, и солнышко в небе, и даже цветы. Маленьких Пикассо настолько затянуло это песочное производство, что в фантазии малышей не было предела. Степан, например, нарисовал огромный автобус, продумав при этом каждую деталь. Как может выглядеть водитель? С головой. С головой? Вот. Голова получается. Что еще у водителя? А еще надо глазик. Глазик. А вот Юля практически написала свой автопортрет. Я нарисовала королеву, а это мой теный братик. Он сейчас дома. А королева это ты? Да. В психологическом центре, где и проходят песочные занятия, рассказывают, такая методика рисования суперсовременная. Приобрести все оборудование для творчества, конечно, удовольствие недешевое. Однако потом дети получают массу удовольствия от процесса, ну а на плечи психологов ложится дополнительная работа, ведь их задача – объяснить, почему ребенок нарисовал ту или иную картину. В каждом произведении скрываются какие-то душевные переживания. Иногда хорошие, иногда не очень. Работа у нас с детками не только художник или специалист. У нас еще всегда группа сопровождает психолог. Безусловно, это очень полезно, так как психолог видит и понимает сложности, трудности, проблемы изнутри. И помогает вот в таком интересном занятии разрешить какие-то сложности или трудности деток. В психологический центр могут приходить все желающие. Дети моментально оценили плюсы песочного рисования. А чем больше нравится – карандашами или песком? Песком. А почему? Потому что он глядкий. Малыши схватили все быстро и даже попробовали свои силы в написании портрета. Данил решил запечатлеть оператора нашей съемочной группы прямо за работой. И блюдо вот так, оно все снимает. По словам психологов, по таким творческим песочным работам детей можно определить, с каким настроением малыш пришел на занятия. И зачастую после 20-минутного рисования на песке дети уходят сюда только с положительными эмоциями. Анастасия Самойлова, Николай Попов, Информбюро.